Дом номер 21 по улице Комиссарова изуродовала управляющая компания. Так считают проживающие в нем жильцы. Два года назад в доме утеплили межпанельные швы. Мало того, что МУБЖЕ потратил на эти работы деньги жильцов против их воли, так еще и работы выполнены с нарушением стандартов, говорят жители. В 2011 году было первое напыление с противоположной стороны. Останавливали на год по протесту жителей. МУБЖЕ проводило голосование. Результат голосования был отрицательный. А в 2012 году, невзирая на несогласие жителей, продолжили напылять по этому фасаду. И все. Давайте обратим внимание, как сделаны соседние дома, какие аккуратные и благородные швы на этом доме. Обратите внимание на соседний дом. И только наш дом выглядит просто безобразно. Действительно, швы соседних домов выглядят более эстетично. Но такая работа и стоит дороже, говорит директор управкомпании Галина Локостова. Она демонстрирует увесистую пачку документов. Это бюллетени для голосования. Собственникам квартиры предлагалось выбрать дешевый или дорогой варианты утепления межпанельных швов. Мы изготавливали бюллетени. Вот они. Вот эта слабая папка, это все бюллетени. Да, вот тут все видно. И собственники голосовали. То есть, какой вариант, они выберут. Вот вы можете посмотреть. Везде выбран вариант эконом. 100 рублей. А говорить, как там, по линейке, не по линейке, ну это уже чисто субъективно. Вот я смотрю, что дом сделал нормально. Дом вообще нормальный. Вариант подороже стоил 500 рублей за один погонный метр. 59% с числа проголосовавших собственников решили сэкономить. Против проведения работ, согласно документам, высказались только 3% жильцов. Именно они сомневаются в качестве проделанной работы. Несколько месяцев назад один из швов подожгли хулиганы. Это происшествие дало повод заговорить об опасности материалов, которыми утепляли швы. Со слов соседки из четвертой квартиры, говорит, если бы у нас не было приоткрыто окно, они бы вообще не учувствовали ничего и задохнулись бы. Могли бы умереть. Их спасло вот это вот, то, что не было плотно закрыто окошко. Этот материал горит очень сильно. Вот, очень опасно. Это опасный материал. Им нельзя вообще швы заделывать. Это пена, она горит очень, она как порох горит. Впрочем, претензии жильцов касаются не только ремонта дома. Зинаида Блинова утверждает, что они никак не могут достучаться до управляющей компании, чтобы ее сотрудники спилили ветки деревьев. Есть у женщины и более серьезные претензии. Вот, услуги на сбор платежей с населения. С нас взяли 94 тысячи. Такой же дом, вот копии, 144 квартиры, 4 подъезда. С них взяли 66 тысяч. Жильцы дома, несмотря на накопившиеся претензии, не готовы менять управляющую компанию. У них остается только один способ выяснить, эффективно ли МУП ЖРЭП расходует их средства. Написать обращение в областную жилищную инспекцию. Ирина Начарова, Константин Миронов, 6 канал.